Приветствую вас! Смотрите, какая получается история. Ребёнок в 8 лет учится в школе плохо. Первое, что вы здесь делаете, это по факту даёте оценку того, что делает ребёнок. То есть вы оцениваете его успеха в учёбе, например. Но почему вы решили, что он учится плохо? С чего вы решили? Так. Может быть ребёнок учится хорошо для себя. Просто это не устраивает вас. То есть вас не устраивает то, как учится ваш ребёнок. Но согласитесь, если вас не устраивает то, как учится ваш ребёнок, то проблема это скорее ваша, а не его. Это первое. Подумайте, для чего вам его хорошие оценки. Зачем? На что вы вообще ориентированы? На социальную успешность или на внутренний духовный элемент человека? Ну, то есть, внутренний, духовный элемент вашей дочери. Если вы считаете важным первое, то дочерью придётся договариваться. Дочь придётся ставить в условие, ну, то есть, говорить ей, ты должна хорошо учиться, ты должна получать хорошие оценки. Будет ли это только ей на пользу, это большой вопрос. Ну, а в данном случае, я так полагаю, что дело не в этом. Если второе, то здесь нужно смотреть. А? Из-за чего ребёнок устаёт. Вообще. То есть, ну, очевидно же, что что-то происходит с ним. Очевидно же, что у него что-то происходит, очевидно же, что его что-то гложет, что-то нервирует и так когда какой-то конфликт есть у него, у ребёнка, вот, понимаете? Вот вам коллега правильно сказал, что нужно исследовать познавательные способности девочки. Это правильно, это правильно. Может быть у неё такие особенности развития, а вы на неё давите, например. Да? Вот. Тем самым формируете у неё такое чувство, что она должна всем вам, например, и так далее. Ну а учёба, соответственно, превращается в какую-то каторгу, в обязанушку и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы на ребёнка переносите своё отношение к учёбе. Какой учёба была для вас, да, ну вот, как вы воспринимали учёбу сами, так вы и ребёнку своему её преподносите. Вот. Дальше. Неинтересно ничего. Значит, обращаемся к пирамиде потребностей. По маслу. А? Учёба есть что такое? Развитие. Учёба – это развитие. Это элемент, который отвечает за развитие человека. Да? Ну, рост, развитие, значит, расширение там кругозора своего, да, и так далее. Но для того, чтобы кругозор расширялся, для того, чтобы кругозор расширялся, нужно утворить базовые потребности безопасности в начинстве и в любви. В получении любви, безусловной любви со стороны ребёнка. То есть, на ребёнка. Да? То есть, вы даёте ребёнку любовь, безусловную любовь. Пока эти потребности удовлетворены не будут, то, соответственно, учиться ребёнок тоже не будет. Вот. То есть, я надеюсь, что это вам понятно. Надеюсь, что это вы усвоите. Потому что, ну, момент важный. Это нельзя спутать. Да? То есть, нельзя смешивать, вот, ну, эти вещи одно с другим мешать. Нельзя. То есть, нет, ну, можно, конечно, но хорошего, из этого не получится ничего. Вот. Понимаете, да, о чём идёт? 2 базовые потребности. Ребёнка. Ощущение безопасности. Да? Ощущение значимости. Вот. И любви. Вот. Это то, что нужно делать. Вам. Сейчас. То есть, на учёбу пока перестать обращать внимание. Да? Учёба эта. Важно, но не главное. Главное – это состояние ребёнка. Дальше. Красиво рисует. Ходила на кружок. Сказала, что очень устает. На кружок по рисованию нет сил. Ну, это её право. Это её выбор. А как вы воспринялись, что она устает и что на кружок по рисованию нет сил? Теперь не ходим на кружок. Не ходим. Знаете, какая проблема? Вы пишите, что не ходим на кружок. Ага. Видите ли, то, что вы не ходите на кружок, говорит о том, что вы до сих пор воспринимаете её, ну, совсем как ребёнка. То есть, у вас до сих пор с ней существенна связь. Психологическая связь с ней. Понимаете? Вот. То есть, это что значит? Да, вот, вот, что значит? Э-э-э, цельна связь. Это значит, что вы и она неразделимое целое. Ну, так вот это. Воспринимается. Вы и она неразделимое целое. Хотя, на самом деле, она ребёнок. Воспринимается. Она уже достаточно большая. Взрослая. Чтобы, ну, чтобы самостоятельно принимать решения. Чтобы самостоятельно выбирать, что ей делать. Да. И так далее. Ответственность должна быть. То есть, сказать, я бы, например, вот как бы, ну, как бы вы ей говорите, да, что я была бы рада, например, очень сильно я была бы рада. А если бы ты, ну, скажем, ну, если бы ты училась, допустим, я была бы рада, я не заставляю. Я была бы рада. Вот. Вот так это происходит. А вот здесь идёт мышь. То есть, ребёнка зажимают, инициативу ребёнка зажимают. Самой ей что-то делать на уровне, ну, на уровне эмоций, да, на уровне каких-то вот поступков, каких-то поведенческих аспектов. Идеи не позволяют. Так обычно происходит, когда говорят, ну, когда говорят мы, когда родители говорят мы. То есть, он себя как бы, ну, что-то, идентифицирует с ребёнком. Вот. Это неправильно. Есть ребёнок, есть, как бы, родители. Границы. За всё ответственен я, за всё ответственен ты. Знаете, да. Вот. Что делаю я, а что делаешь ты. Так, правильно. Так, получаем двойки. Ну, смотрите. Получаем двойки, да, вы говорите не случайно. То есть, не случайно у вас вот это вот выражение есть. Получаем двойки. Не она получает двойки. Не она хочет получать двойки. Ну, например. А мы. То есть, вы воспринимаете это как лично, личный результат. Как свой результат. Конечно, это затрудняет, ну, движение, это затрудняет взаимодействие ваше с дочерью. Ведь вы, как же так, на двойку получил. Это всё ужасно. Оскорбило вам двойку. Так, давайте. Вот. Ну, я утрирую, может быть, сейчас. Да, но я надеюсь, суть ясна. Я надеюсь. С того, что я говорю. Дальше. Так, ничего не интересно, не старается, не стремится, как только садится за уроки. Значит, сразу хочется спать. Теперь не ходим на кружок, зато дольше делаем уроки. А вот, что значит, дольше делаем уроки? То есть, ну, вот, как это понять, дольше? То есть, вы и уроки делаете с ней или она одна? Так было всегда или так начало происходить? После, ну, каких-то событий. Дальше, значит, ну, соответственно, всегда мне было интересно. Только играть в куклы, гулять в собаках и спать. То есть, тут, мне кажется, действительно могут быть проблемы с развитием. Но это нужно действительно выяснять на уровне физиологии. Если вам моя коллега правильно сказала. В общем-то. А, момент в другом. Момент в другом. Момент в том, как вы все это воспринимаете, какие условия в, ну, вашей семье для, скажем так, для спонтанности, для свободы, для творчества. Вот. Нам уже 8 лет куклы, ну, это, конечно, это показатель. Вот. И задержка в развитии, задержка в развитии, ага, если она есть. Это всегда защита. То есть, ну, грубо говоря, грубо говоря, как, да, я не хочу развиваться, я не хочу расти, да. Потому что, если я это сделаю, то, соответственно, ну, от меня будет, там, что-то требовалось, допустим. А я этого не хочу. Мне это не интересно. Мне это не надо. Вот. Когда она знает, что вы от девушки, своей девочки, да, требовали слишком многого. Оно навсегда требовали. Вот. И она начала уходить вот просто в такую, ну, защиту. Вот. Какая она сейчас. А, посоветуйте, как резервовать учёбой. Понимаете, не в учёбе дело, а не в учёбе. Дело немножко глубже обстоит. Дело обстоит скорее в том, что она не стремится развиваться. Она не свободна. Она убегает от реального мира. Ну, от реального мира. Вот, что важно. Почему она убегает от реального мира, что ей не нравится в этом мире, в мире реальном, почему он для неё опасен, нужно выяснять. Очевидно, что вот семья, значит, ну, создаёт условия, да. Значит, вы пишите, то-то у неё двойки, ей плевать. Почему ей не должно плевать, если это не интересно. Огрызается, хамит, обещают родители. Огрызается и хамит, это защита. Психологическая защита. То-то огрызается и хамит. А вот обещают родители, это уже звучит как манипуляция с вашей стороны. То-то нет, ну, всё серьёзно. Как ребёнок может обидеть родителей? Понимаете? То-то всё её защита, это страх. Прорывается. Она говорит, вы меня не слышите. Таким образом. Вы не слышите, чего хочу я. Вы не понимаете, чего хочу я. Ну, например. Вот. Ну, соответственно, помогает ей хамит. Вам бы стать для неё другом и позволить ей делать всё, что она сейчас делает. Преанализировать эту асферу в своей семье. Вот почему, например, вас так волнуют двойки. Оценки вместо навыков. Чем вы интересуетесь вообще сами? В какой вы пример подаёте дочери своей? Как вас отношение с мужем, отцом, ребёнка складывается? Вот. Всегда ли так было или началось только после, ну, какого-то определённого момента? Подумайте. В основном это. Не ставьте во главу угла учёбу. Во главу угла нужно ставить комфорт ребёнку. То-то она грызается камень и говорит однозначно о том, что ей не комфорт, ей тяжело, она боится, она защищается. Вы проявляете безразличие к её чувствам. Она и по жизни, потом, дальше будет вести себя, ну, так же. То есть, ну, будет вести себя так, что только так будет проявлять свои чувства. По-другому её не слышишь. Её не слышишь. Вспомните, говорила ли она что-нибудь вам о себе, ну, о своих чувствах до того, как начала, грунга, огрызаться? Скорее всего, говорил. Вы не слышали. Говорили, а-а-а! Что ты глупость говоришь? Как часто вот вы это выражали? Говорили, а-а-а! Перестали. Глупости какие. Ребёнку. Ребёнку. Как часто вы это говорили? Вот. Она перестала говорить вам. Ну, перестала, значит, выражать мысли так. А как вы на неё, на неё реагируете? Как вы обижаетесь на неё? Поэтому она используется. Так вы обращаете на неё внимание. Наверное. А когда она учится гранжу, вы не обращаете на неё внимание? Наверное. Подумайте об этом. Пожалуйста. Подумайте. Это важно. На этом всё. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.